Уважаемые коллеги, добрый день. Мой доклад будет посвящен надзору за лекарственной устойчивостью ВИЧ и возможностями, которые нам дают анализы кластеров передач. Вообще, я не знаю, какой у вас бэкграунд, поэтому начну издалека и расскажу сначала о лекарственной устойчивости ВИЧ как таковой. В целом, глобально можно выделить три основные цели, с которыми проводятся исследования на лекарственную устойчивость. Первая – это, конечно, клиническая цель. В основном более 90% исследований в мире проводятся именно с этой целью. Тест на лекарственную устойчивость в данном случае делается для определения эффективности терапии, которую врач собирается назначить, либо в случае выяснения причин неэффективности уже существующей антиретровирусной терапии. В случае, если врач, например, регистрирует отсутствие подавления вирусной нагрузки, то есть снижение концентрации вируса. Следующая значительная цель – это эпидемиологическая. С этой целью проводится исследование на лекарственную устойчивость для осуществления надзора за распространением резистентности вируса для анализа паттерна выявляемых мутаций, то есть структуры мутаций. И все это делается для того, чтобы оценить, спрогнозировать эффективность применения различных антиретровирусных препаратов на региональном или даже страновом уровне. Ну и, конечно, третья глобальная цель – периодически, хотя в значительно меньшем объеме, исследование на лекарственную устойчивость ВИЧ проводится с научными целями. Сегодня в этом докладе я хотел описать эпидемиологические цели проведения лекарственной устойчивости. Существует целый ряд руководств, и, например, Всемирная организация здравоохранения уже более 15 лет их выпускает, все более совершенствуя. Как правильно проводить надзор, как правильно проводить мониторинг распространенности лекарственной устойчивости на территории. Существуют также и отечественные нормативные документы, например, методические рекомендации 2013 года, хотя они уже несколько устарели, тем не менее они все еще актуальны. Обычно надзоры за лекарственную устойчивость проводятся среди двух групп пациентов. Это могут быть либо пациенты, которым только планируется назначение антиретровирусных препаратов, либо пациенты с вирусологическим неуспехом, те, у кого мы подозреваем, уже наверняка есть резистентный вариант вируса. Немного о самой актуальности исследований на лекарственную устойчивость ВИЧ. Перед вами диаграмма, отражающая рост количества лиц, живущих с ВИЧ в Российской Федерации. Он, к сожалению, постоянный. К концу 2021 года количество ВИЧ-позитивных людей в нашей стране превысило 1 миллион 100 тысяч человек. Также у нас наблюдается, к счастью, и рост, значительный рост количества пациентов, принимающих антиретровирусные препараты. И к концу прошлого года их было уже более 660 тысяч человек. Но что важно знать, это то, что, согласно статистике, приблизительно 20% пациентов, принимающих антиретровирусные препараты, имеют неэффективную антиретровирусную терапию. То есть в 20% случаев вирус достигает недетектируемых значений. Конечно, не во всех случаях это связано с лекарственной устойчивостью вируса. Но приблизительно в 40-50% там действительно резистентный вариант вируса. И если мы также знаем, что в 2021 году более 40 миллиардов рублей государство потратило на закупку антиретровирусных препаратов, то понятно, что повышение эффективности антиретровирусной терапии на стороновом уровне даже на несколько процентов позволит сэкономить значительное количество денег. Собственно, для этого мы и проводим надзорные исследования лекарственной устойчивости. Согласно традиционным классическим руководствам Всемирной организации здравоохранения и отечественным нормативным документам, обычно надзор проводится путем скрининга нескольких сотен пациентов, после чего у них забирается плазма крови, после чего секвенируется вирусом дефицит человека и смотрится, во-первых, общая распространенность лекарственной устойчивости, а во-вторых, какие именно мутации, каким именно препаратом мы регистрируем в этой группе. Однако уже более 10 лет биоинформатический анализ и молекулярная эпидемиология значительно развиваются, и поэтому мы можем улучшить эти классические рекомендации руководства по надзору. И каким именно образом? Было показано, что у пациентов эпидемиологически связанных друг с другом вирусы генетически также являются схожими. Это неудивительно, поскольку человек может передать только тот вирус, который имеет сам. Так вот, если мы отсеквенируем эти вирусы, сравним их друг с другом и построим филогенетическое дерево, то генетически близкие варианты вируса друг друга будут кластеризоваться, то есть группироваться вместе. Как это видно, вот здесь справа на филогенетическом дереве обведены зелеными овалами группы или молекулярные кластеры секвенсов вирусов от пациентов, которые эпидемиологически связаны друг с другом. Что значит эпидемиологически связаны? Это значит, что либо напрямую один человек инфицировал другого, либо через короткую цепочку людей они друг другу передали этот вирус. Так вот, в настоящее время уже в нормативных документах CDC, это аналог Роспотребнадзора в Соединенных Штатах Америки, указано, что молекулярные кластеры могут быть с успехом использованы для анализа эпидемиологической картины в области ВИЧ-инфекции, потому что выявляя так называемые молекулярные кластеры, вот здесь на картинке представлены три круга, выявляя молекулярные кластеры, мы таким образом можем охарактеризовать трансмиссионные кластеры или кластеры передачи. То есть совершенно понятно, что мы не можем отсеквенировать всех ВИЧ-инфицированных. Но если мы отсеквенируем значимую долю ВИЧ-инфицированных и проанализируем их, и обнаружим молекулярный кластер, то мы можем предположить, что этот молекулярный кластер будет достоверно отражать кластер передачи или эпидемиологическую сеть. А в свою очередь трансмиссионный кластер является тоже частью уязвимой группы, уязвимой популяции, то есть в которую входят не только ВИЧ-позитивные люди, но и люди, которые не инфицированы ВИЧ, однако имеют повышенный риск получения инфекции. Так вот, говоря о молекулярных кластерах, важно понимать, конечно, что все это проводится сейчас на огромном количестве последовательностей путем тестирования большого количества пациентов. То есть мы не анализируем какие-то отдельные кластеры, мы в ходе секвенирования и филогенетического анализа получаем, как здесь на картинке представлены результаты другой работы, получаем большое количество кластеров, маленьких кластеров, больших кластеров, и затем мы дополнительно проводим анализ, посвященный изучению, что же из себя представляют эти самые кластеры. Вот как здесь представлены на картинке дополнительный анализ этих молекулярных кластеров. Во-первых, это тоже очень логично, чем больше последовательности содержится внутри кластера, тем больше это значит, что в этом кластере конкретно происходит более активное распространение инфекции, потому что мы регистрируем большее количество случаев болезни. Во-вторых, мы можем охарактеризовать эти кластеры путем дополнения эпидемиологической или клинической информации о пациентах. Например, это пол, возраст, регион проживания, предполагаемый путь передачи, дата диагноза и так далее. И если мы охарактеризуем эти кластеры с помощью эпидемиологической информации, мы можем определить, в каких больших, например, кластерах какую именно уязвимую популяцию мы видим. И это позволяет уточнить характер эпидемии. Поэтому в настоящее время основными целями молекулярно-эпидемиологических работ, которые используют методологию молекулярных кластеров, является анализ особенностей распространения вируса. Это, конечно, главная задача. Например, во время. То есть мы смотрим, насколько быстро вирус распространяется. Во-вторых, в пространстве. Например, когда мы секвенируем вирус в различных регионах страны или в различных странах, потом анализируем это и смотрим, как вирус переходил из одного региона в другой регион, как он распространялся. И, в-третьих, конечно, в различных группах населения, как в общей популяции, так и в отдельных уязвимых группах. Во-вторых, это небольшая, но очень практически важная цель использования молекулярных кластеров. Это расследование вспышек ВИЧ-инфекции. В частности, например, наша лаборатория использует молекулярные методы при расследовании вспышек, потенциально связанных с оказанием медицинской помощи. И это дает значительную помощь нашим практическим эпидемионам. И, в-третьих, это, конечно, изучение развития эпидемии. В частности, если мы секвенируем какие-нибудь архивные образцы, найдем там вирус иммунодефицита и проанализируем вместе с современными образцами, мы сможем реконструировать историю распространения вируса во времени и пространстве. Например, именно таким образом, с помощью таких работ, было определено, когда и в какой момент, и в какой стране произошла передача вируса иммунодефицита человека от обезьян к человеку, и как затем происходило распространение вируса на планете. Конечно, для того, чтобы проводить такие молекулярные эпидемиологические работы, нам необходимо большое количество данных, как молекулярных данных, то есть нуклеотидных последовательностей вируса, так и присоединенных к ним эпидемиологических и клинических данных о самих пациентах. И обычно эта информация берется из баз данных лекарственной устойчивости ВИЧ, которых сейчас достаточно много. Существуют национальные базы данных, например, базы данных французская, швейцарская, базы данных Великобритании. Существует региональные, например, европейская база данных. В том числе существует российская база данных. Именно благодаря той информации, которая уже загружена в эти базы, мы можем проводить дополнительный анализ, например, свежевыявленных нуклеотидных последовательностей. И я хотел бы на двух примерах рассказать о том, как может быть полезен анализ молекулярных кластеров. В качестве первого примера хотел привести работу канадских ученых под руководством Ричарда Харригана. У них также есть национальная база данных. Она в настоящее время содержит порядка 9 тысяч пациентов и более 30 тысяч секвенсов. Они начали ежедневно пополнять ее 5-6 секвенсами от свежевыявленных ВИЧ-инфицированных людей. То есть как только человеку ставился диагноз ВИЧ-инфекция, у него сразу забирался образец крови, вирус секвенировался, и нуклеотидная последовательность вместе с сопутствующей информацией о пациенте загружалась в эту базу данных. Затем они периодически, ежемесячно проводили молекулярный анализ, строили филогенетическое дерево, выявляли кластеры, и дополнительно крупные кластеры подвергались углубленному анализу. Также они ежемесячно генерировали отчеты для медицинских учреждений, которые в Канаде оказывают медицинскую помощь пациентам. Что они обнаружили? Здесь на слайде представлена карта Канады с разбиением на административные районы. Они обнаружили, что в некоторых административных районах регистрировалось на основании анализа молекулярных кластеров, не на основании эпидемиологических данных. Регистрировалась повышенная заболеваемость. То есть они обнаруживали большие растущие кластеры. То есть подрастущими кластерами я подразумеваю кластеры, в которых попадают нуклеотидные последовательности от недавно инфицированных пациентов, недавно выявленных пациентов. Они брали эту информацию и передавали в те самые специализированные медицинские учреждения. А сотрудники тех учреждений вызывали дополнительно ВИЧ-инфицированных пациентов, проводили с ними дополнительные консультации и по возможности назначали им антиретровирусную терапию, если она уже не была начата. Так вот, эти достаточно простые действия, как оказалось, имели значительное положительное влияние. Через 12 месяцев после начала таких работ и выявления первых крупных кластеров, ученые заново посмотрели на заболеваемость. И оказалось, что те районы, где регистрировалась повышенная заболеваемость, более эта заболеваемость не регистрируется, а крупные кластеры практически перестали расти. Основные выводы, которые сделала группа Ричарда Харригена, это то, что в случае секвенирования большой доли ВИЧ-инфицированных лиц, возможно с помощью молекулярных методов проводить поиск так называемых горячих точек эпидемии, то есть маленьких административных районов, где происходят значительные всплески заболеваемости по ВИЧ-инфекции. А во-вторых, что в случае непрерывного объединения эпидемиологической информации и результатов секвенирования в какой-нибудь, например, онлайн-базе, возможно в режиме реального времени проводить так называемый эпидемиологический анализ, и который позволяет нам снизить количество новых случаев инфекции и проводить какие-то противоэпидемические мероприятия. А в качестве второго примера я хотел привести результаты нашей собственной работы, которую мы совсем недавно закончили. Мы изучали динамику распространенности лекарственной устойчивости в Республике Армении. На протяжении трех лет мы проводили секвенирование вируса у пациентов перед началом старта, перед стартом антиретровирусной терапии. Всего мы отсеквенировали порядка 250 пациентов, что составило 7% от всех ВИЧ-позитивных граждан Республики. Затем, согласно протоколу ВОЗ, мы стандартно анализировали структуру и распространенность лекарственной устойчивости. А затем, в дополнение к этой стандартной процедуре, мы провели филогенетический анализ, выявили молекулярные кластеры и дополнительно их охарактеризовали. Характеризовали мы их также по традиционным эпидемиологическим параметрам пациентов полвозраста, дата диагноза, регион проживания и предполагаемый путь передачи. Под предполагаемым путем передачи подразумевается то, что путь передачи записывался со слов пациента. То есть, врач просто спрашивал, как он считает, человек мог заразиться, человек указывал на наиболее вероятный путь передачи. Именно этот путь и записывался в медицинской карте. Согласно нашим результатам, лекарственная устойчивость, общая распространенность лекарственной устойчивости в стране составила 8,7%. Это оказалось ниже порогов 10%, который ВОЗ считает тревожным признаком, однако значительно выше 2% распространенности, которые регистрировались в 2012-2014 годах в республике. Затем мы также статистически достоверно показали, что лекарственная устойчивость встречалась чаще у мужчин по сравнению с женщинами, выявлялась у вариантов ВИЧ-субтипа В, по сравнению со всеми остальными субтипами вируса, которые мы встретили, а также обнаруживалась чаще у жителей столицы и пригорода столицы по сравнению с жителями удаленных регионов этой страны. Мы также обнаружили, что наибольшая распространенность лекарственной устойчивости ВИЧ встречалась у уязвимой группы мужчин, имеющих секс с мужчинами, то есть МСМ. Однако это было статистически недостоверно, в частности из-за того, что эта группа была очень невелика. А далее мы провели тот самый филогенетический анализ и проанализировали кластеры передач. Вот так выглядит филогенетическое дерево в нашей работе. Мы охарактеризовали различные генетические варианты по цветам, мы указали звездочками мутации лекарственной устойчивости на дереве, мы раскрасили разными цветами мужчин и женщин, в частности, синие треугольники – это мужчины, а зеленые кружочки – это женщины, а также указали цветом названий предполагаемый путь передачи. Я хотел бы обратить больше внимания на этот серый квадрат, который я покажу укрупненно, вот он здесь справа. И на этом квадрате мы обратили внимание на вот эти два молекулярных кластера, В и С. Во-первых, мы обнаружили, что мы обнаружили в этих кластерах, а потом это подтвердилось и в других кластерах, что в крупных кластерах, то есть кластерах, которые содержали более чем два секвенса, достоверно обнаруживалось больше мужчин, чем женщин. В частности, в этих двух кластерах, которые суммарно насчитывали 11 человек, все 11 человек были мужчин. Во-вторых, мы обнаружили, что в таких кластерах, крупных кластерах, МСМ, мужчины, имеющие секс с мужчинами, и мужчины, которые сказали, что они предполагают, что они заразились гетеросексуальным путем, часто кластеризовались вместе. Во всех этих так называемых мужских кластерах превалировали МСМ. И в-третьих, мы обнаружили, что пациенты из уязвимой группы МСМ были достоверно чаще вовлечены к кластеропередаче, то есть группировались вместе по сравнению с гетеросексуальным пациентами. Все это позволило нам сделать единый итоговый вывод о том, что лекарственная устойчивость, которая распространяется в целом, в среднем по стране порядка 8,7%, распространяется совершенно неодинаково. Кстати, я хочу также указать, что среди этих 11 человек в двух кластерах, 5 человек имели варианты вируса с лекарственной устойчивостью, то есть почти 50%. Все эти косвенные доказательства позволили показать, что в основном лекарственная устойчивость распространяется в уязвимой группе МСМ и распространяется она гораздо быстрее, чем происходит распространение вируса в стране в целом. То есть это вдвойне опасно, поскольку лекарственные, лекарственные устойчивые варианты распространяются со значительно большей скоростью, чем вирус в среднем. Кроме того, мы показали, что, возможно, эта гипотеза не была полностью подтверждена, но осталась в качестве гипотезы. Возможно, мы в Республике Армении имеем недорепортирование количества гомосексуальных путей передачи. Возможно, это происходит в результате стигмы и дискриминации, может быть, по каким-то другим причинам, но мы предполагаем, что реальное количество новых случаев инфекции, связанных с гомосексуальным путем передачи, в полтора-два раза выше, чем согласно официальной статистике. В заключении я еще раз хотел остановиться на наиболее важных аспектах моего доклада. Во-первых, значимость надзора за лекарственную устойчивость возрастает прямо пропорционально количеству пациентов, принимающих антиретровирусные препараты. И поскольку цель, которую озвучила ЮНЕЙТС в настоящее время, является 95% охват ВИЧ-позитивных граждан антиретровирусными препаратами, то значимость надзора за лекарственную устойчивостью будет расти в последующие годы, в будущем. Во-вторых, нуклеотидные последовательности вируса являются объективной характеристикой пациента, в отличие, например, от в некоторой степени субъективной оценки субъективного параметра, такого как предполагаемый путь передачи. Эти нуклеотидные последовательности могут анализироваться совместно с эпидемиологическими и клиническими данными о пациентах. И в-третьих, анализ молекулярных кластеров помогает уточнить эпидемиологическую картину, определяя направление и скорость распространения вируса как в общей популяции, так и в отдельных уязвимых группах. У меня все. Благодарю за внимание. Спасибо. Продолжение следует...